Друзья мои, скажите, пожалуйста, переживаете ли вы за мнение других людей о вас? Только правду говорите. Переживаем, правда? Ну, как бы отношение других людей, их мнение, оно формирует и наше поведение очень часто, правда? Ну, как бы вот буду делать так, чтобы люди хорошо обо мне отзывались. И с одной стороны это хорошо, но с другой стороны это опасно. Если мы живем только, чтобы мнение других людей о нас формировало наше поведение, мы можем стать лицемерами. Люди в этом мире очень часто переживают за мнение других людей о себе. Что скажут люди? Что люди скажут? Знаете, один христианский певец Олег Майовский поет одну песню такую на украинском мове. Пойду я завтра в церкву, чтобы люди не сказали, что Иван не был в церкви целый год. Из-за того, чтобы люди не говорили, пойду в церковь. Помию завтра векна, чтобы люди не сказали, что у Ивана векна не миті целый год. И потом он подводит уже висновок. Теперь я уже нормальный, как переважно большинство. Ніхто меня не судит, никто и не хвалит. Я смотрю реально, чтобы жить в общественном мире, то нужно лишь делать так, как все. И потом висновок. Моя хата с краю. Я никого не знаю. Ничего не знаю. Мені добрі так, як є, аби люді не казали, що в мене щось не так. І ви знаєте, по цьому принципу дуже часто багато людей живуть. І це правда. Часто мнення інших людей Двігають їх в житті. Але печальне, знаєте, то, що ради мнення інших людей Некоторі готові відказатися від спасення. Не піду в церковь, тому що мої сусіді, Сотрудники, що вони мені скажуть? Пішов я в какую-то секту, Или ще що-то. Вони це все Рассматрюють так. І печальне, що люди не задумуються О тому, що о них думає Бог. І їм важніє то, що думають о них люди. Давайте откроємо Писання І прочтем одну характеристику, Которая дана було чоловіку самим Господом. Деянія, 13 глава, 21-22 стих. Давайте откроємо, прочитаємо чудесні слова. Деянія, 13 глава, 21-22 і 23 стихи. «Потом просили вони царя, І Бог дал їм Саула, Сына Кисова, Мужа із колена Вениаминова. Так прошло лет сорок. Отринув його, Поставил їм царем Давида, О Которому сказав, Свидетельствую я, Нашел я мужа по сердцу моєму, Давида, Сына Исеева, Который исполнит все хотіння мої. Із його потомства Бог по обетованию Воздвиг Ізраїлю Спасителя Ісуса». Друзі мої, Вот характеристика, Которую дает сам Бог. Человек я нашел, Мужа по сердцу моєму. Прекрасна характеристика, правда? Хотели б ли вы иметь Такую характеристику от Бога? Вот ты, Андрей, Сергей, Анна, Лена, Ты человек за сердцем Или по сердцу Божьему? Я думаю, что каждый из нас Хотел бы услышать такие слова. Что же значит быть мужем по сердцу Божьему? Что значит быть человеком по сердцу Божьему? Друзі мои, я хочу сказать, Что это не просто христианский опыт. Это не просто то, Что вы уже 20 лет член церкви Или больше. Это не значит быть человеком по сердцу Божьему. Это не знання. Это даже не список побед, Хотя это все важно И прославляет Бога. Что же значит быть человеком по сердцу Божьему? Я хочу отметить 5 характеристик, Исследуя жизнь Давида, Чтобы взять для себя такой итог, Что значит быть человеком по сердцу Божьему. Наблюдая за жизнью Давида, Мы можем сделать первую характеристику. Это человек по сердцу Божьему, И он берет на себя ответственность за служение. Он не пассивен, Он активен. Он проявляет инициативу. Человек по сердцу Божьему, Он прилагает свою руку к служению. Он активен. Он не просто апатичен. Значит, много людей в церкви приходят, И они из-за своей апатичности Такой не могут найти служение. Не могут. Почему? Потому что все им не нравится. Они ищут, извините меня, Не служение, а хобби. То, что им нравится. И зачастую не делает и не участвует в никаких служениях. Человек по сердцу Божьему, Человек активен в служении, Ответственен в служении. Человек проявляет инициативу. Смотрите, давайте посмотрим на жизнь Давида. Он с детства имел ответственность. Скажите, какая ответственность у него была с самого детства? Пасти овец, да? Я бы сказал бы, каждую овечку возвратить домой. И мы знаем по истории, что, знаете, Он говорит, даже приходил лев или медведь, что? Я догонял. Представьте себе, догонять льва или медведя И отбирал ягненка. Какое это действительно посвящение этому делу? Я представляю себя на месте Давида. Если я увидел льва, то, знаете, Сказал бы, как молодежь говорит, Не буди во мне зверя, особенно зайца. Сразу бы убежал бы. И оставил бы все стадо. Увидеть льва или медведя. А Давид, он стоял в проломе, Он защищал свое стадо. Я думаю, что если бы он пришел и рассказал отцу После какого-то отрезка, Говорит, Господь, отец, напал на меня лев. Значит, я думаю, что отец по своей любви сказал, Сынок, главное, что ты жив. Но несколько овец потеряли. Ну, так и будет, да? А он говорит, нет, я догонял и отбирал, Чтобы никому не досталось. Я должен это делать. Вот он ответственен за этот отрезок работы, Который доверен ему. Я думаю, что это хороший пример для нас. В том служении, которое мы делаем, Быть очень ответственными и посвященными. Делать это как для Господа. Смотрите, дальше Бог дает больше ответственности И возможностей для Давида проявить свое посвящение. Помните, когда он принес своим братьям Передачу от отца, Узнать, как они, написано 40 дней, Что был в поношении народ израильский. Голиаф стоял и стращал, написано. Они стояли как копанные, Слышали его проклены, Его насмешки. И тогда вот этот юноша, Который верен в малом, Встает в проломе за весь народ. И что? Господь дает ему победу. Через него победа всего Израиля. Верен в малом, Что Бог дает возможность большего. Поэтому я хочу сказать, Что Господь благословляет нас За нашу верность и посвященность. И делает великие дела. Поэтому первая характеристика Человека по сердцу Божьему, Это человек активен в служении, Посвящен в том деле, Которое Бог доверяет. Проверьте свое сердце. Насколько вы человек по сердцу Божьему, Насколько вы посвящены Тому отрезку служения, Которому Бог вас призвал. Вторая характеристика. Человек по сердцу Божьему Надеется на Бога и только на Бога. Смотрите, 10 лет Саул гоняет Давида. По горам. Там такие горы, слушайте, Скалы, камни. Там ходить нельзя. Давид, будучи уже помазанным на царство, Он убегает от Саула. 10 лет скрывается, Бегает по вот этим всем горам и пещерам. Человек Божий не мстит за себя. Помните, возможность Была ему не одна убить Саула. Решить вопрос своими руками. Он говорит, нет, не подниму руку, что? На помазанька Господня. Помните, даже та история, Когда царь босой шел из семей, Злословил ее. Это его духовная высота была. Пусть злословит. Ему Бог позволил. Давид надеялся на Бога И только на Бога. Это пример для нас, в нашей жизни Искать ответ у Бога. Возвожу очи мои к горам, Откуда придет помощь моя. Давайте проверим нашу жизнь. Насколько мы надеемся на Господа, Или мы надеемся на свои какие-то силы, Может, связи, Может, кто-то надеется на таблетки только. Только, друзья мои, Сегодня через Давида Господь нас призывает надеяться на Бога. И только на Него. Третья характеристика Человека по сердцу Божьему. Это человек не просто совершенен, друзья. Это человек, который совершает ошибки, Но падая, встает. Некоторые думают и рисуют христианина Только совершенным человеком. Все мы много согрешаем, говорит Яков. Это человек не тот, кто остается в грехах, А тот, который подымается, Который хочет быть чистым. Стремление к чистоте отношений. Вот сила, вот человек по сердцу Божьему. И мы знаем историю о Давиде, Когда войско воюет, а царь в блуде, в грехе. Но, знаете, он не остается в этом состоянии. В Солом 50 мы читаем это искреннее покаяние Давида, Когда он просит, Господи, убили мои грехи, Сделай меня белее снега. И он говорит, я не только против людей согрешил, Против тебя согрешил. Он открывает свое сердце, Он хочет чистоты, Он смиряется, Он кается. Поэтому, друзья мои, В нашей жизни тоже есть некоторые моменты, Которые отделяют нас от Бога. Это наши какие-то личные грехи, Может быть, что-то, что мешает нам быть чистым. Нам нужно смиряться, каяться, Просить у Бога чистоты. Знаете, что человек по сердцу Божьему Не затирает грехи. Он кается в грехах пред Богом. Я думаю, что каждая хозяйка, Когда дома убирается, Она не, мусор не засыпает, Или не заметает под половичок. Или под половичок делает это. Под ковры, знаете, коврами были. Представьте себе, если бы это делали хозяйки, И заходишь дома, Там такие уже бугры просто. Пройти нельзя. Это смешно, так никто не делает. Выносим, убираем. То же самое в духовной жизни, В нашем сердце. Господь хочет, чтобы была чистота отношений, Чтобы все, что мешает нам иметь, Чистое сердце. Но было убрано. Нужно позволять Богу это сделать. Человек по сердцу Божьему, Он не остается в грехах. Он падая, встает. Падение – это не повод к отчаянию, Но повод ближе стать к Богу. И порой Бог через разные испытания и проблемы Приближает нас в себе. Нам нужно видеть руку Божью в этом. Вы знаете, Как-то я готовился к проповеди Иисус, добрый пастырь, На примере пастыря и овцы. Знаете, я увидел одну интересную иллюстрацию, Которая была в примере пастуха Времен Иисуса Христа. Были непослушные овцы, Которые постоянно отходили от стада. И говорят, знаете, специалисты в том, Что овца близорукой, Она видит только 60 метров, А дальше она теряется, Ее все плывет. Если воздух меняется, Или порывы ветра, Она может даже отбиться от стада, Будучи 60 метров от стада, Услышать блеяние других овец, И ветер может повернуть это, И она может бежать, куда-то бежать, Просто в панике от стада далеко. Вот для этого была и праща, Которой бросали наперед камень, Чтобы отпугнуть и вернуть в стадо овечку. Но, знаете, были такие овцы, Которые имели характер постоянно идти от стада. И, знаете, тогда дисциплинировал пастух таких овец. Знаете как? Он брал и ломал ей ногу. Потом ложил досточки, заматывал ее. И, знаете, носил ее на плечах, на пастбище. Ложил возле злачной пажати, Она выела все, потом дальше перелаживал. С руки лепешками кормил ее. И в момент вот этого выздоровления, Овечка до такой степени привязывалась к пастырю, Пастуху, что до конца своей жизни она была ручной. Она не отходила от пастыря. Порой Господь в нашей жизни посылает какие-то переживания, Проблемы, чтобы нас сделать ближе к себе. Приблизить. Поэтому где-то есть такие моменты, Где мы должны это понимать. Господь никогда не посылает какие-то испытания, Проблемы для того, чтобы нас уничтожить, Чтобы нам сделать что-то хуже. Он хочет нас приблизить к себе. Он хочет нас благословить, дисциплинировать, Исправить. Человек по сердцу Божьему, падая, встает. Он не остается в ульхе. Он желает, он, Господь хочет, чтобы мы ставали чистыми. Потому что чистота – это фундамент действия Бога в нашей жизни. Четвертая характеристика человека по сердцу Божьему. Человек по сердцу Божьему лучше отдает Богу. Знаете, есть такое выражение «на тебе, Боже, шуменины Гожи», да? Некоторые могут вести себя так. Вот что-то не то, и можно отдать Богу. Это похоже, знаете, на одну историю, на одного язычника, Который верил в своего языческого Бога, и случилось так, что он плыл в лодке, и эта лодка перевернулась, он плавать не умел. И, знаете, он, когда начал барахтаться в воде, он начал, просто взмолился к своему языческому Богу, и говорит, Бог, если ты меня спасешь, я тебе в жертву принесу 20 быков. Вы знаете, он повернулся, а тут плывет бревно какое-то. Он схватился назад, бревно, и так вышел на берег. Стал на берег, уже почувствовал почву под ногами, и говорит, слушай, 20 быков трухи богато, 20 кос, 20 кос я принесу в жертву, опасностей нет. Пришел домой, посоветовался с женой, и вышел из дому к жертвеннику своему языческому Богу с 20 орехами. Жена сказала, ты что? По дороге он шел с этими орехами, проголодался, начал их лускать. к жертвеннику пришел с скорлупами только. Друзья мои, это смешно, но получается, бывает, что в нашей жизни, обещаем мы в наших проблемных ситуациях очень много, но как к делу, одни скорлупы. Человек по сердцу Божьему не так поступает. Он лучшее отдает Богу. Он понимает, что лучше, и все, что есть у него, это от Бога. Я говорю, я являюсь служителем в церкви, и долгое время был 12 лет дьяконом в церкви. Я знаю, занимался добровольными пожертвованиями, считал их, передавал в бухгалтерию. Я знаю, просто я говорю реальные вещи. Моя бабушка, пример для меня, она христианка, уже больше 15 лет нет ее, она у Господа, но я помню, когда я был малышом, я ушел в церковь, она ложила в сборник духовных песен, знаете, купюру даже ни разу не согнутую. Слышите? Для меня это был пример посвященности, даже чистую, но она выменивала купюры, чтобы даже в тарелку церковную положить самую лучшую купюру. Мы, скажем, это все такое дело, служители отсказывают, а любую обложили бы, да, купюры люди. Но я хочу сказать, что это было ее состояние сердца. Она лучшее отдавала Богу. Даже купюру какую-то, чтобы лучшее отдать. Знаете, когда я считал деньги в церковной кассе, там какие-то талончики и какие-то рецепты, извините меня, из поликлиники, это люди просто делали вид, что бросали ради других, и просто бросали талончики и какие-то рецепты, простите. Или мелочи, или монеты какие-то, извините, которые поменять нельзя, европейских стран, монеты, которые лежат в церковной кассе уже годами, потому что их нельзя поменять. Там что-то жертвовать, то, что мне дома валяется. Друзья мои, будьте серьезны, Бог это все видит. И любая ваша лепта и ваши отношения, Бог это оценит. Поэтому лучшее отдавайте Богу. Делайте вклад в свою духовную жизнь, в будущее. Влаживайте, какие-то богословы или бухгалтеря подсчитали, что две лепты вдовы, если положить под процент в банк, Бог это бы оценил. Сейчас это триллионы долларов. Представьте себе. Влаживайте в духовный банк, даже в финансовом служении. Лучшее отдавайте Богу. Бог это оценит и благословит. Посмотрите на седьмая глава четвертой книги царств. Давид говорит, я живу в кедровом доме, а ковчег Божий в палатке. Я хочу построить храм Богу. Господь сказал, не ты будешь строить. Построил кто? Сын его. Друзья мои, я хотел бы сказать, он построил Соломон, но на деньги или на материалы, которые собрал Давид. Помнишь, как Давид говорит, я жертвую от себя, вот. И когда он стал примером для всех, то все богатые князья, как начали носить, что написано, священники уже перестали описывать, потому что столько было серебра и всех-всех-всех-всех моментов для того, чтобы построить этот храм. Друзья мои, пусть будет наше сердце похоже, как у Давида. Это я хочу лучше отдать Богу. И Бог это оценит. Ну и последняя, последняя характеристика человека по сердцу Божьему. Он умеет искренно любить. Человек по сердцу Божьему, он умеет искренно любить. Мы знаем, по примеру Давида, он был привязан к Иенофану. Он оплакивал Авенира, который был против него. Слышите? Он плакал за Саулом и Иенофаном, говоря, это пали мужесилы. Этот человек был с великим сердцем любви. Оценим нашу жизнь, оценим наше сердце. Вмещаем ли мы всех людей? Умеем ли мы любить так, как любил Давид? Так, как любит нас Господь. 1 Крифином, 13 глава, гимн любви, правда? Чудесный гимн, который описал Павел. Но 14 глава, помните? Какие слова первые в 14 главе, 1 стих? Кто помнит, что там написано? Помните? Прочитайте дома. Это продолжение гимна любви. И там девиз стоит. Достигайте любви. Слышите? Пусть целью вашей жизни будет достижение любви. Такой, какой Господь нас учит. Любовь долго терпит. Любовь переносит все. Любовь никогда не перестает. Пусть у вас девизом в вашей жизни будут вот эти слова. Достигайте любви. В одном из переводов. Пусть первой у вас будет любовь. По примеру Давида. Если вы хотите быть человеком по сердцу Божьему, нужно иметь сердце любви. Друзья мои. Оценивая это все, вот эти пять характеристик, мы можем увидеть последствия. Если вы будете стремиться быть человеком по сердцу Божьему, будут последствия, плоды этого всего. И плоды в жизни Давида. 23 стих мы прочли. Послушайте. Из его потомства, Бога по обетованию, воздвиг Израилю спасителя Иисуса. Сам Иисус в книге Откровения называет «Я потомок Давида, я род Давида». Бог, видя сердце Давида, дал ему потомство, которое стало благословением для всего человечества. «Родился сам царь царей в потомстве Давида». Друзья мои, я хотел бы сказать, если вы будете стремиться быть человеком по сердцу Божьему, ваше потомство будет благословенно. Бог благословит людей, детей, правнуков, внуков ваших, смотря на наше святое житье. Поэтому я искренне желаю, чтобы каждый из нас имел такую характеристику. Ты человек по сердцу Божьему. Через тебя будет благословение для других людей. Смотрите, один из институтов США изучил родословию пяти поколений людей. 150 лет жизни изучили. И вот какая два человека. Макс Джукс, первый человек, это был атеист. Он жил 150 лет назад. Он женился на аморальной женщине. К настоящему времени их потомками стали 1260 человек. После них, слушайте. Из которых 310 умерли в бедности. 150 были преступники. 7 оказались убийцами. 100 человек были пьяницы. Половина женщин стали женщинами легкого поведения. Вот сеяние, и приходит момент жатвы. Смотрите, другой человек, это Джонатан Эдвардс. Он был проповедником, философом. Он женился на благочестивой девушке. Его потомки 1394 человека. 13 из них были президентами колледжей, 65 профессорами в учебных заведениях, 3 сенатора, 30 судей, 100 адвокатов, 60 врачей, 60 авторов разных изданий, 1 вице-президент США. 80 стали государственными служащими, 295 губернаторами. Так по-разному сложили судьбы пяти поколений людей. Друзья мои, но тот был христианин, а тот безбожник. Если мы в нашей жизни не будем жить свято, не будем людьми по сердцу Божьему, это повлияет на другие поколения, или негативно, или позитивно. Знаете, мы ответственны за поколения, которые придут после нас. Будем любить Бога и людей от чистого сердца. Будем исполнять Божье слово, чтобы получить Божью оценку. Ты человек по моему сердцу. Аминь. Давайте помолимся. Благодарим Тебя, Господь, за Твои божественные уроки, которые даешь в Писании. Ты искренне желаешь, чтобы мы исполняли Твою волю, были людьми по сердцу Твоему. Поэтому помоги нам, Господь, дай нам силы исполнить Писание, быть такими, как Ты хочешь нас видеть, чтобы прославить Тебя. Ты достойный этого, Господь. Помоги нам быть людьми по сердцу Твоему, быть активными в том служении, которое Ты призываешь, которое Ты даешь нам. Господи, помоги нам надеяться на Тебя и только на Тебя. Господи, помоги нам лучшее, что мы имеем, отдавать Тебе. И в наших каких-то проблемах, в каких-то, Господи, неточностях, даже грехах, приходить в покаяние, искать чистоты, каяться, смиряться, чтобы Ты действовал через нас. Господи, помоги, чтобы мы могли в нашей жизни действительно любить искренне, так как Ты учишь в Писании, жертвенно, служа Тебе. Господи, помоги нам понимать, что мы ответственны за поколения, которые придут после нас. Чтобы Ты был во всем прославлен, наш вечный Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Аминь.